Welcome, welcome, welcome. Шукс пошутила в конце, сказала, возвращаемся к нашим ребятам, хоть они и не итальянские жеребцы, но там будет один жеребец в этом матче. Да, жеребец сегодня будет. Предпоследняя игра у нас на Европе. Виталики против Unicorns of Love. У поняшек все хорошо, у них серия побед. Неожиданно они стартанули прошлую неделю, позапрошлую неделю со статистики 0-2. На прошлой неделе держали две победы к ряду. А вот Виталики, наоборот, стартанули с 2-0 и на прошлой неделе проиграли две игры подряд. И тут загонял парень нам, вот этот 18-летний, сказал, что если Виталики на этой неделе проиграют две свои игры, а они, если сегодня проиграют игру, то, скорее всего, и завтра проиграют, потому что завтра им вроде как с Мисс Фитами играть, то они, скорее всего, вне плей-оффа окажутся. Ну, как-то очень рановато он оценивает уже эту серию. Игр в будущее, которые ждет команду Виталики. Еще даже первый круг близко не закончился. Тем более, что будет потом перерыв после этой недели. Ребят, будет MSI... Что я все MSI называю? Rift Rebels, Голубая Лагуна. У нас будет сражение, в котором ни Виталики, ни Unicorns не участвуют, поэтому эти команды смогут подсобраться. За эту неделю может даже игрока поменять у себя. Взять где-то там из-за крома, из сусек, наскрипсти себе другого там топ-лейнера, мидера, кому-кому кто нужен. Потому что сейчас Виталикам нужен мидер. Нужен тот джизуки, который был. Как правильно говорили, раньше джизука был базука, сейчас джизука больше похож на джакузи. Ну или еще одна шутка. Раньше он был Супер Марио, а теперь он Луиджи. Не идет игра у нашего итальянского жеребца. Он по статистике почти в два раза с плюсом хуже. Сейчас играет 2.1 там. КДА понизился урон в половину, урезан. Kill participation на 20% урезан. В общем, все показатели отвратительны. И было два раза, где соло, изолированные смерти один на один против мидера оппонентов он получил. Ноктюрн появляется у нас от команды Unicorns of Love. Поняшки не берут коня, берут себе Ноктюрна для Колда. Выключает свет, влетает. Хорошая комбинация с Ирелли, если уж ее они тут припикывают, нам показывают. Ну а команда Виталиков забирает для джизука Свейна. Хорошего контроль чемпиона. К этому контроль чемпиона взяли Хукера. Это тоже классно. Трэш также сюда подходил бы, но Пайк вроде как неплох. Тем более, если вы видите там Ноктюрна, можно будет поиграть, хотел сказать, и Трандлом. Но Трандла они сами забанили. Ну тогда уже чуть посложнее будет ситуация. Потому что Трандл хорош против Ноктюрна. Вам не надо рисковать в сражениях один на один в лесу, и вы не будете умирать. Владимир, Пайк, тут Том Кенч. Том Кенч выбирается же команда Unicorns of Love. А Владимира думали, показали на какую-то секунду и убрали. У Виталиков есть возможность взять сейчас Владимира под Пайка. Это хорошая комбинация, кстати, на боте проверенная. Ее играли корейцы. Но это если играть без Адыкери. Но они пока никуда не торопятся, а просто выбирают себе Дариуса. И попробуй угадай. Это же и Свейн с Пайком может быть на боте. Матч сегодняшнего дня будет последним, пятым. А вот Том Кенч, мне кажется, не самый лучший вариант от команды Unicorns под их сетап. Он хорош против Пайка, понятное дело, на линии. Но в тимфайтах он плох против Пайка, потому что щиток не помогает против Пайка. Ну а от хуков ты можешь спасать своих иногда союзников, успевать их проглатывать. Минус Сиджуани, минус Орна. Вот хороший бан Орна, мне нравится. Потому что Дариус не так легко бы его там убивал на этой линии. Ну то есть убивал бы, но не тот матчап, который вы хотите получить. И минус Сиджуани, чтобы нельзя было одного игрока заццешить. И скорее всего Лесник и будет у нас танк-инициатор от команды Виталити. Честно, я бы даже еще Грагаса забанил. Гелиус в свое время играл Грагаса очень много. И вполне реально, может сейчас его здесь нам показать. А Грагас будет выключать игроков, когда хуканет кого-нибудь Пайка или застанет просто свои. Если не бояться этого Грагаса, то надо убивать Нашару сейчас чемпиона, которого возможно они могут взять в Адекере. Адекере под Пайка лучше всего подойдет Люциан, тогда надо Люциан убирать. Но они убирают Мордекайзера. Тоже неправильно, ну не могу сказать, что это неправильный бан. Он улыбается. У нас команда Виталиков, видимо, они действительно хотели через Мордекайзера играть. Я Мотокена напрочитал Шиппи. Ну вот чувствуются другие совершенно баны-пики, видите. Ребята знают, кто чем занимается, знают, какие линии играются. На боте от Юникорнцев мы не знаем, кто еще будет играть в роли Адекере. Подойдет им и Кайса под Ноктюрна, с Ирелли подойдет много вариантов. А вот хороший, кстати, джанглер, про которого я даже сам забыл. Скарнер еще остался открыт. Правда, Скарнер страдает немножко от Ноктюрна, но зато он идеально заходит в этот сетап хук, хук, притяжка. Все тут как надо. И можно еще по-прежнему брать себе Адекере на линию, понимаете, да? Это Дариус на топе, с Вейн на миде, на ботлейне, Пайк с кем-то и Скарнер. И по-прежнему можно не брать себе на ботлейн, а Адекере. Можно оставить там Дариуса с Пайком, можно оставить с Вейна с Пайком, в зависимости от ситуации последних пиков от команды Юникорнс. Забирает Райза. И Владимира. Экзайл, конечно же, должен играть на своем Владимире. Самоксу, видимо, они отдадут Райза, хотя не знаю, как они договорятся. Дело в том, что Экзайлом, один из его мейн-чемпионов, это Владимир. И выгоднее вроде его посадить на Владимира, нежели посадить бывшего Адекере на роль Владимира. А самому играет Райзом. Хотя Райзом он тоже сможет сыграть, у него такие же хорошие статы и на нем. Ну и последний пик, если честно, я бы сейчас брал дальше Брузера. Что и делает команда Виталика, показывает нам Крокодила, будет ли он взят. И если Крокодил, то куда? Да, это Крокодил против любого чемпиона. Огромное количество вариантов у команды Виталики, как можно раскрутить свой сетап. И будем сейчас путаться с вами, ребят, ну, кроме Скарнера. И Пайка, у них свои позиции определены. Один определен на пабутлей, но место прописки у второго прописка в лесу. Крокодил, скорее всего, на топе, хотя мы видели Крокодилов и на миде. Дариус собирается стоять на миде. Что надо выловить команде Виталиков? Им нужно выловить Свейна в Райза, желательно. Но Райз с него аж убежал на топ, посмотрите, чтобы, не дай бог, это не пересечься. Так вот, Свейна надо выловить в Райза. Дариуса надо выловить, если я правильно помню. Ирелио. И Иринектона надо выловить во Владимира. Вот что нужно выловить в команде Виталиков. А Юниокорнсам, соответственно, наоборот. Надо убежать от этих матчапов, потому что, если честно, у них нет ни одного преимущественного матчапа, как бы они не комбинировали своих чемпионов. Что бы они там ни сделали, то есть, что Владимир отправляет против Свейна, что Ирелио против Свейна, что Райза против Свейна. Результат будет один и тот же. А к этим брузерам так вообще не хочется ходить. Некоторые совсем монстры, а другие, ну, чуть-чуть попроще. Виталиков мне пик нравится. Горен, там говорят английские комментаторы. Был бы Горен, у нас бы было противостояние Димасии против Ноксуса, который сейчас идет челлендж в игре. Но у нас тут пауза какая-то возникла. Гиллиус начинает уже что-то рассказывать. Пока, возможно, не по игре, потому что о чем вы говорите. Командные ошибки будут решать много. Ну, когда брузер на брузе, сражение идет, там все может перевернуться в один момент. Так, ну и где наша блондиночка? Другой нам ряд показали, блондиночки нет. А может, это была, знаете, та самая блондиночка зазывала. Во многих фильмах таких показывают. Они специально сидят там на входе, типа, о, какие девчонки в этом клубе. Идем, хоп, заходишь, а там гея-бар. Реальный случай жизни. А на входе, оказывается, это было кафетерий напротив, считальни, там библиотека, все дела. Они, ну ладно, все, эту шутку дальше продолжать нет смысла. Закончили. Закончили упражнение. Кабычар тут включает режим дурачка. Пытается выловить врагов, но в итоге они спалили положение всей команды. Какой-то хаос тут творится от команды Виталиков. Я думал, они собираются как-то со спины заходить, но нет. Нет, они будут пытаться выловить матчапы, про которые я говорил. Им нужно, чтобы Ренектон попал на Владимира, Дариус попал на Ирелию, а Свейн попал на Райза. Это идеальный вариант. Но мне кажется, они все же не будут делать этот свап или будут. Вот Свейн хочет сместиться, видно по его лицу. Но он пока возле синего бафа просто тучит. Нет, Свейн будет у нас с Пайком стоять. Пайку, в общем-то, все равно с кем из них быть. И там, и там есть контроль. Соответственно, можно будет продублировать двойной контроль после хука еще одна притяжка. И у нас стоит Джизука на миде. Ну, Свейну здесь было бы лучше, конечно же. А Дариус как раз против Ирели было бы гораздо проще играться. Но посмотрим. Может быть, в какой-то момент произойдет этот рейсфап. Видите, как хорошо катит экзайл. Развлекается он в этом матчапе. Фейз зараж на Дариусе, чтобы получить дополнительную скорость передвижения после тиков своих пассивок. Ох, хороший хук. Притяжечка вторая от Аттилы. Небольшой урон. И все. Что же касается Рениктона против Владимира. Владимир там, гипотетически, вообще фармится не должен до определенного времени. Ну, там первые два пака он сможет забрать, пока третий уровень они оба не получили. После этого он отправляется как против Ривенки. А можно, мол, я буду не здесь? Ой, собачка. Кому эта собака-убивака принадлежит? Узурпатор 95 подарил 50. Привет тебе. Спасибо, Тервич, за комментирование. Большое тебе спасибо за поддержку. Узурпатор 95. Ребят, напоминаю, что мы собираем денежку на Рив Тривелс, который будет на следующей неделе. Чтобы я вам прокомментировал и Корею, и Европу. Ну, то есть там Корея, Китай, ЛМС. Они выиграют в тот же самый день. Но если этого не будет, я только выборочные какие-то матчи, если мы не соберем денежку. Какие-то выборочные матчи. Может, вообще ничего комментировать не буду. Посмотрю. Мое уже решение будет. Хорошая здесь ловля у нас, кстати. Татора пытается его убить. Так что участвуйте, помогайте каналу развиваться. Мы вас не забудем. Вы все будете под карандашом. А СНГ из принципа не будешь комментировать? А я не могу комментировать. Официально есть трансляция. Лезть в это нет смысла. Но если опять найдется какой-нибудь парень, который задонатит на финал. Помните, как было тогда. У нас был перерыв. Я напомню, как это было у нас. Был перерыв между Европой и Кореей. Я хотел идти с Олоку. Кто-то написал, что будет сейчас финал ЛЦЛ против Турции. Я сказал, что там смотреть нечего, будет 3-0. Вы сказали, надо это обязательно посмотреть. Я назвал какую-то там незначительную сумму. Не помню. По-моему, тысяча рублей. И это были легкие тысячи рублей моей жизни. Потому что были три игры по 25 минут. И мы сделали рестрим. Но я делал правильный рестрим. Я делал турецкий рестрим, чтобы русские не могли докопаться. А они докопаться не могли, потому что я турецкий рестрим делал. Муаха-ха. Такие дела. Хорошо, как играет Джек Тролл. Слушайте, он не дает просто никуда уйти здесь Татора. Тут вообще без здоровья остается. Гелиус здесь еще выловил Экзайла, который хотел бы лосреколиться. Но его поймали. Начинает Джизука его избивать. Не попадает кушкой. Но все равно Стаке своей набрасывает. Подходит уже Колд. И решает отступить с Джизука. А не гоняться за Экзайлом без здоровья. Мне кажется, зря здесь он испугался. Джизука у него был флэш. Он ничем не рисковал. Рядом был Гелиус, который бы мог еще помочь догнать Райза. Они могли его вдвоем убить. Если что, и мы сами комментили абсолютно все игры. Кроме тех игр, когда я был в Испании. Начальные два дня. А все остальное мы комментировали. И тоже были сборы. И сборы мы прошли. Насколько я помню. Мы все собрали. Спасибо тем, кто поддержал. И мы сами вам откомментировали. Как-то у нас тут война. Непонятно идет. Джек Тро будет хук кидать. Попадает. Это проблема для Экзайла. Потому что можно воевать. Но отпрыгивает назад. На всякий случай хотел станд. Прописать не получается. За ним флешается Тоттора. Не попадает. Прилетается это Кабачарт. Вообще непонятно откуда. А я догадываюсь. Откуда стоп-лейн он прилетел. Там Млазимир его никак не контролирует. И Виталики, по-моему, больше потеряли. На топе фарм равенства. И решает Скарнер просто... Не, подождите. Ренек реколится. Дариус реколится. Как-то у нас тут хаос творится. Каждая из команд пытается сделать скилл. Но вообще в этой игре брузер на брузере уже говорил. Может зарешать один тимфайт. Все. Один. В любой минуте. Потому что сноубол обеих команд будет очень высокий. Показывают нам дуо Проксиматли, Колд плюс Татора, статистику. Вдвоем они 37% времени проводят. Игрового очень много. При этом Проксиматли отдельно от Колда. Со своей командой он проводит 47% времени. Но понимаете, что из этих 47% времени, 36% времени он проводит. Ну, 37% он проводит с ним. То есть 10% он просто один бегает только в игре. Это очень высокий показатель. То есть как раз Татора надо всегда учитывать, что Колд не будет гангать один. Скорее всего, с ней будет еще кто-то. В контрпике ничего не делать. Лоу стал скучным. Но здесь использование контрпиков отвратительное. Рениктон должен зонить Владимира. А он в носу ковыряет. Вот смотрите, он опять отходит. Он не пытается Владимира провоцировать. Он не пытается его застанить подвышкой и при помощи Ешки отскочить назад. Он ничего этого не делает. Владимир пошел ворды там ставить и все. Дариус, та же самая история. Он должен был идти на бот-лейн, ну, начхав, мягко говоря, на то, что Райс будет на меде фрифармиться. С ним разберется с Вейн. Это не твоя работа. Твоя работа уничтожить Эрелю. Почему Эреля на фрифармиться? Какой перепугу. Иди уничтожай ее на бот. Уши хуйня. Бот вам боятся, боятся этого все. Вот Кабачар все еще боится. 77 на финал ЛЦЛ. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Финал ЛЦЛ. Да, была у нас команда М19, которая с нами сотрудничала. Благодаря им мы там и финалы ЛЦЛ стримили вам, и обзоры игр их делали, и помощь пытались какую-то провести. В итоге, видимо, их не устроило номер два быть командой в ЛЦЛ. И решили они больше со мной не сотрудничать. И стали командой номер шесть в ЛЦЛ. А в этом году, надеюсь, номер десять. А, подождите, всего восемь команд, но они будут номер десять. Это мое желание им. Потому что нельзя так. Нельзя так. Разрезать отношения. Ну что ж, у нас здесь проблемка небольшая. Ульта в ульту, но Скардер проиграет ли? Нет, Скардер не остается в жег, потому что Дариус ульта она закрывает сверху. Экзайл, конечно, там дальше повоевать не может, и не успевает прилететь туда Татора. Я обиделся как настоящая девушка, конечно. А что это такое? А почему это так? Там слишком много такого, знаете. Ну, где-то было. Когда будешь стримить Китай? Как только так сразу. Как китайцы заиграют, сразу начну их стримить. У нас тут Самокса пытается поймать. Или наоборот, Самокс устраивает битву. Нет, все же Джек Тролл вместе со тела. Разрыв гейминг устраивает. Есть флэш еще. Надо, конечно же, флэш наперед. Стан убийство. И можно еще Самокса поймать. С флэша Джек Тролл дает ульту. Автоатака ошибка. Ошибка. Не, ну ошибка. Знаете, что произошло? Ошибка. Он же сделал Ешку, автоатак... Ну ладно. И нам показывают повтор этого сражения, где Пайк оказался на контрганге. Хотя, так со стороны я смотрю, тут даже если Пайка не оказалась, они все равно бы проиграли. Ноктерн рассчитывал, что урона хватит в 2 на 2 битве. А им даже в 2 на 2 не хватило. Да, в общем-то и здесь ребята рассчитывали, что в 2 на 2 хватит. Самокса просто дали кушку, и он так сильно обиделся на эту кушку, что решил ворваться со своей ульты. И все. И говорил, что будет рибить Китай во время OGN. Сейчас я во время OGN стримлю Divinity. Как только Divinity закончим, стримимите, решим, что делать дальше. Exile вернулся. Exile... Как вернулся? Exile неплохо, скажем так, прямо играет в этом году. У него просто не было никогда такого, знаете, что... Ой, это супер игрок. Самокс, ну, очень похожий, ребят, на жесткий сноубол от команды Виталиков, если они не затупят, потому что Ленингфаза уже за ними. У них преимущество на всех линиях, кроме Ренингтона, но он там сам... Я не могу на это смотреть уже. Вот я сюда смотрю очень часто. Он запушивает линию и идет в куст, там, я не знаю, кустовые воины устраивает. Килл! Райза просто домой отправляет. Король. Ноксуса. Ну, он не король Ноксуса, он генерал Ноксуса. Хорошо, Дариус отыграл. Акабачат опять запушил и опять в кусты сел. Боже мой, прекратить по кустам там тусить. Надо немножко поиграть без кустов. Ну, наконец-то, он сделал что-то полезное. Нажимает телепорт. Выживает свою силу. Берсерка. И пошла какая-то война. Кровь, люди, мясо. Там Дариус с другой стороны хватает Ноксюрна за хвост. Тянет его в отношения. Ноксюрн говорит, не хочу с тобой дружить. Но слишком поздно отношения уже начались. Без твоего разрешения. Настоящее изнасилование Ноксюрна. Только что было на стриме. А теперь еще и Рай сюда прилетел. Лысого притягивают. Там Кенч говорит, у меня есть проглот-заглот. Правда, мы все равно с тобой под вышкой останемся. И это 7-0 команда Виталиков. И телепортация на топ-лейн, где Владимир, ребят. Телепортация почти откатилась. Он готов лететь, говорит, вайт-найт. Сейчас прилечу, всем помогу. Так, пацаны, я готов. Все, вот смотрите, ульта телепорта откатилась. Говорит, я готов. А некуда. Некуда лететь. Так, о, другую эта игра стампанута. Ну, так и есть. Но Рейник, он боялся с Владимиром сражаться один на один. Поэтому решил все же воспользоваться тем, что у Влада ТП на КД. И сделал инициацию на бот-лайне вместе с пацанами. Хотя, тут даже не нужны были его услуги. Он толком ничего не успел дать. Рай сюда прилетел. Тоже зачем-то отдаваться, не ясно. И это ФБ-вышка, но дракона не забрать показывают урон. Мне страшно стало от такого урона. 58 РЛ я нанесла. Это, видимо, ее Ешка. Не замакшенная. Просто жиром задавили. Ну, если что, у команды Юникорнса не менее жирные чемпионы. Просто они были не вместе. Там сначала было 5 в 2, потом они остались опять 5 в 2. То есть, получается вот такая вот неудачная ситуация. Пайк хорош. Этот Пайк, ребят, играет. Этот Пайк роумит по карте. Этот Пайк кидает хуки. Этот Пайк игнает и, в конце концов, кидает. Это тебе не Вандер, который сегодня просто сидел и смотрел. Виталики, вот, они тянут на топ-4. Действительно тянут на топ-4 чемпионата. По сплайсам я пока недоволен. Им надо будет на рифтривелсе отстаивать честь. Он здесь пытается Кабачарта поймать. Он пытается убежать и с флеша уходит. Но пока не надо, конечно же, продолжать. Стан. Пошел Ол-Ин. И у нас есть суперправило. Которое, ребят, касается и этого сезона. Но так как они были втроем, правило немножко было подкорректировано. И суперправило гласит. Не давить Ринектона Насуса. Не бегать за Синджитом. И вот не давить Ринектона и Насуса именно из-за этого. Потому что он тут же на тебе отхиливается, дает ульту и прописывает тебе станы. Ты просто умираешь под вышкой и охреневает того, как это вообще произошло. И Насус делает то же самое. Там, правда, отхила чуть поменьше. И контроль это замедление. Но неприятно. А, у нас Владимира. Разрезают. Тем временем Экзайл говорит, я вышку сделаю сейчас. Нормально, пацаны, будет. Правда, они вышку уже на миде потеряли через Геральтку. Вышку на топе потеряли. Еще одного игрока потеряли. Но Экзайл справился. Не странно ли это? В соло-ку камбэкнуть почти невозможно. И на простейне игрок стали односторонними. Так это не странно. Я тебя удивлю, но мы играем в ту же самую игру, что и на простейне ребята играют. Единственная разница, это индивидуальные ошибки совершенно другие. И тильт. Индивидуальные ошибки, это подразумевается скилл игроков, понятное дело. Макро игры почти отсутствуют теперь. Вы заметили, наверное, что макро игр практически нет. А тильт это тильт. Он вообще очень многие вообще читают. И даже какая-то там была статистика на эту тему, что игроки, начиная... Это и корейского сервера, и европейского касается. Ну, понятное дело, что более слабые сервера, типа японского, турецкого, даже СНГ сервера, они не будут к этому иметь отношение. То, что я сейчас скажу, что вот игроки где-то уровня D3, D4 даже, плюс играющие на разных чемпионах, а не на одном и одну только роль. Если убрать у них тильт, они спокойно могут сравниться вот с этими игроками. Просто эти игроки менее тильтовые сами по себе. У них нет такого, что... Ай, да пошло оно все, пойду 0.20 сыграю сегодня. Ай, да пошло оно все, пора Тима попробовать. Ой, я слышал, Удир отличный чемпион. На саппорте. Ну, вот и настал мой час. Люк Сарто Плейн. Берегись, Дариус, Люк Сарто Плейн идет. Черт, что-то не работает, меня забобесители. Вот если вот это вот все вместе убрать, то... Ну, просто вот взять только тех чемпионов, которых человек играет, а их там будет, если много, то они вполне могут с ними наравне отбегать. Поэтому искать только среди чаликов, ну, например, вы не поверите, но только среди чаликов никто не ищет игроков. Игроков ищут по командам. По командам именно, что игрок уже есть в какой-то команде. А какой у него Элла, особо их даже это не интересует. У нас здесь скилл на разе делать через флеш и Джизука. Прилетает Татора, говорит, потому что я не дам своему лысому товарищу умереть в одиночку. Если мне дать норм пинг, сыграя как рулер. Ну, кстати, многие американцы оправдываются тоже вот этим. И американские стримеры тоже, что пинг в Америке очень плохой. Сервер стоит, я не знаю, где, в каком именно городе, в каком штате. Но очень многие жалуются, что у них там пинг выше 50 всегда, там за 70 иногда заходит. Тот же самый стрим с Никки, смотришь, у него там 75 пинг. И сравнить Корею, где корейцы играют с пингом пятерка постоянно. От 5 до 15, потому что Корея, ну, само государство размером маленьким. И то, что сервак стоит там в Пекине. Ой, в Пекине. Почему я все в Пекине пытаюсь в Корею запихнуть? Это уже что-то, что-то географичное. В Хинчане, если даже стоит у них сервак, он все равно на всю страну нормально будет работать. Ну, вот реально очень многие жалуются, что в скримах выиграть корейцев или китайцев практически невозможно, когда вы приезжаете на LAN-турниры, перед турнирами тренировки. Потому что они готовы к этому пингу пятерочка. Вы думаете, почему вот большинство ездит в Корею тренироваться? Вы думаете, они едут туда ради того, чтобы... Ой, надо поиграть с самыми сильными игроками на планете. Самые сильные игроки на планете не будут с тобой играть. Ну, ты очень редко доберешься до их уровня. Солоку, оно и в Африке солоку. То есть европейское солоку отличается, понятное дело, от корейского солоку, от американского солоку. И сильно отличается там от японского. У нас там пропал Райс только что, но я надеюсь, вы не моргали, как я, потому что я видел, как он был в кустах, моргнул, и вижу, что Ренингтон вышел из кустов. Бывает и такое. Но я просто не знаю, где он. Я сказал, есть ли даже пхенчане. Может, в Сеуле, а может и пхенчане. Да, русский сервак, кто не знает, он в Германии. Стоит это, я точно могу вам подтвердить. Данные в Германии, в Берлине именно стоит сервак. Это официальные данные есть, где серваки расставлены. Ну, так вот, я что начинал рассказывать. Они ездят в Корею, чтобы учиться играть на пинге пятерочка. Еще покупать в магазине пятерочка что-нибудь, там есть свои местные пятерочки. Конечно же, чтобы играть на этом низком пинге, потому что это, считайте, лан. У корейцев вечный лан в соло-ку. У них всегда идеальный отклик мышки. Все как надо. Ой, тут что-то как-то пропадают игроки. Улыбается Джизука, потому что один игрок пропал, а второго он убить, к сожалению, не смог. Хотя был близок, чтобы еще одного порвать. 2.13, почти 10 тысяч преимущество команды Виталиков. И это до 20 минуты. Они бы с удовольствием забрали на Шора, да он еще не появился. Ну, убили, да, Джизука в очередной раз изолированным. И говорят, что статистика Джизука еще хуже стала, чем была. У него и так было среди мидеров самое большое показатель изолированных смертей. Даже в выигранной игре он умудрился умереть изолированным. Там хоть один сделал килл в ответ, но это все равно изолированная смерть. И вот нам показывают изолированные смерти. Unicorns of Love 12 суммарно за этот сплит, и 12 у Виталиков за этот сплит. И там больше, наверное, 8 это все Джизука. Изолированная смерть. Вот такая-то интересная статистика. Но у них равенство, видите, по изолированным смертям. То есть у них очень часто игроки попадаются сами по себе. Я, кстати, не знаю, кто у команды Unicorns of Love попадается постоянно, самостоятельно. Может быть, это White Knight'а касается, может, Exile'а. Сам Окс, кстати, тоже грешит этим за Декери куда-нибудь убежать. И Виталик через чушь фанится. Но они получают удовольствие от игры, это я определенно могу сказать. На прошлой неделе они проиграли 0-2. На этой неделе им надо морально поверить в себя. Напоминаю, что первая неделя закончилась 2-0 в их пользу. Но первую игру им, скорее, подарили оппоненты. Они очень ватно играли. А вот вторую игру они также вот вальяжно себя чувствовали, просто разгромив. И было видно, что тоже получали удовольствие от матча. То есть это их мета. И теоретически они должны были идти бы 4-0. Но что-то как-то не пошло. Ну, Теллиус просто тащит в отношения. Там Кенча, там Кенчу. Это все дело не нравится. Хорошая ульта от Ирели. Немножко остановит команду Виталиков. Ну, в общем-то, и все на этом. Ирели их остановила просто своей ультой через замедление, через дизарм. Продолжить юникорнцы бой не могли без игрока. Вот это хороший в рев джизок. Ну, какая-то килл раз, килл два. И можно забирать нашор, а можно и сторону ломать. Тут уже что решат? Ну, решает на нашор. Рениктон первым предметом эссенс ривер ли собирал? Нет, первый предмет был блэк ливер. Эссенс ривер вторым он собирал. Эссенс ривер, как вы знаете, дает вам регенерацию маны хорошую. Но у Рениктона ее нет. Восвобразный троллинг, скажете вы. Но нет, кто не знает, под ультой Рениктон получает себе невероятное количество КДРа, отката своих заклинаний. И при хорошей механике, при начальном КДРе уже сороковник, который у тебя, ты можешь собрать всеми остальными предметами, которые ты наберешь. Ты можешь вечно держать в стане игрока. Пока у тебя есть ульта, ты будешь держать игрока в стане. Это, ну, забавно, но так это работает. То есть ты нажимаешь ульту, нажимаешь стан, ешаешься по нему, даешь автоатаку, у тебя стан снова откатился, делаешь еще один ему стан, ешаешься по нему, у тебя опять откатывается стан. Если у него нет QSS и нет, я не знаю, какого-нибудь дэная мерки там, допустим, он просто все это время будет встать в стане. Ну, так, можно гипотетически на фанат версию какую-нибудь сделать, собрать там Евелинку 6000. Помните мой этот билд в шестом сезоне? 6600 здоровья я делал там Евелинки. Все в ХП ради прикола. Ну, Рениктон меня с трех станов бы убил, я бы ни разу ничего нажать не смог бы, просто стоял бы и смотрел. Там говорят, было Тиамат и Сетс Рил Блэк Клевер меня поправляет, да? Такая была последовательность? А мне казалось, что он Блэк Клевер первым собрал. Ну, ладно. Тиамат это очевидно, да. Тиамат первым это вообще не обсуждается. А мне чуть казалось, что Блэк был. Ну, наверное, это я криво посмотрел. Прошу прощения. Снашер Бафф теперь у нас команда Виталиков. Пытаются они выловить через хук как-то, а у нас проблема небольшая. Тут инициация идет по Дариусу. Дариус остается в живых, но получает фир в лицо. Но Виталики живы. Открыли ингибитор, и можно его теперь ломать. И, если честно, можно даже дальше идти. Джек Трол хотел поймать Экзайла, не получилось. Тут там крипов отпушивал. Ну, и сейчас Виталики будут ждать новых крипов, либо сами пойдут дальше. Нет, они будут ждать нижних крипов. Рейник пошел их пулить, а Джек Трол ведет себя так, как будто ничто ему не угрожает. Возможно, так оно и есть. Подпушивает Рейник Том большой пак крипов снизу. И теперь можно заходить здесь. Джек Трол снова хук. Снова не попал. 14 тысяч преимущества команды Виталики. Пошла Ирелия ульта. Попытку хоть кого-то убить, то Ирелия умирает первый. Дарьев зарабатывает себе киллы. Режет просто всех Рейниктон. Райс дает ульту на базу. Он не хочет играть в эту игру. Хочет стоять на фонтане и слушать пение птичек. Лишь бы не играть. Хук и промахивается. Но притягивает у нас его Свойн. Но Экзайл регенерируется. Очень неплохо пытается выманить на себя игроков. А Вайт Найт разводит руками и подбородок себе чешет. Потому что не понимает, как это произошло. Ведь в реальности он ничего плохого не сделал. И тут он прав. Просто, ну, слишком брузерский сетап у команды Виталиков. И они более-менее неплохо еще расставили чемпионов. Еще лучше было бы, мне кажется, все же. Если бы они Дариуса с Вейном поменяли местами. Ну, а так они Дариуса отправили на мид. Главная проблема была Ноктюрна ульта. Я не знаю, зачем он ее так потратил. Потому что Сноубол начался именно там. Ноктюрн подарил 2 килла Дариусу. И дальше неостановимый Сноубол пошел от Дариуса. Драконы, вышки. И потом Рейник переиграл на телепорте. Помните, Рейниктон на телепорт откатился. Потому что у него КДР был уже собран. Неплохой. Хотя это не имело значения никакого. Да, это не имело значения никакого. У Влада ботинки на КДР тоже были. Ладно. Прикольно зашел я тут к... Не успел прочитать. Ну и ладно. 24 минуты разминка прям. Ну а мы идем, ребят, на перерыв. После этого перерыва будет наконец-то игра сегодняшнего дня. Воу, 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 воу. Чуть камеру не выбили из рук. Мне страшно стало. Игра сегодняшнего дня и, возможно, всей недели. Это фанатики против команды G2, G2. Кто-то из них перестанет быть лидером. Либо это будут фанатики, которые станут 3-2. Три победы, два поражения. Либо G2-шники в какой-то веке проиграют. И у них разный стиль игры. Про это я говорил. Виталике весь сплит этот пытается играть через брузеров. Через 3-1-1, по факту. Идем на перерыв. Виталике 5-7-8 минуты.